всем привет всем хорошего дня хорошего настроения и давайте сегодня будем готовить ужин но прежде чем готовить ужин давайте приготовим ленивый пирог для семьи и например моя семья она сама себя забивает углеводами и всякими сладостями поэтому сегодня я буду из лаваша готовить совсем не сладкий пирог это не сладкая выпечка но пусть чувствуют вкус натурального порога и как я уже много раз говорю с едой мы не заморачиваемся намешали намешали и запекли и сделали и пусть едят не хотят есть пусть готовят себе сами все просто давайте готовить и сегодня буду готовить такой ленивый пирог чтобы тесто не замешивать а все покидаю покидаю и запеку то есть сегодня радуем свою семью ну и конечно же кусочек этого пирога я тоже съем и в 100 грамме лаваша 55 и 7 углеводов то есть ну это немало но одним каким кусочком можно себя также побаловать вредной выпечкой в миску отправляю 3 яйца добавляю ну так треть чайной ложечки соли теперь вливаю 300 грамм кефира и выкладываю брикет творога и никакого сахара даже сахарозаменителя сюда добавлять не буду то есть у нас будет пирог такой с творожным вкусом и вот эту массу нам нужно перебить блендером и добавляю пол чайной ложечки соды пищевой она погасится в кефире и добавляю ложку пшеничной муки ну куда без нее сейчас еще перебить немножко и не буду добавлять ни сахар ничего мои так много едят этих углеводов пусть почувствует натуральный вкус продукт теперь беру лаваш взяла вот так вот как-нибудь отправила в форму и заливаю такой ленивый совсем ленивый пирог и заливаю остальной массой нужно вот так вот придавить чтобы наш лаваш был весь мокрый духовку я уже включила немножко натираю сыра ну совсем так чуть-чуть и еще положу немножко масла вот так вот ну и вот конечно если так питаться как можно похудеть не как даже удержать вес с такими продуктами это сложно но иногда надо соблазниться и буду запекать в режиме вверх-вниз при температуре 180 градусов ну минут где-то 40 и мы пошли в духовку так себе делаю салат пекинская капуста петрушка лук-порей перчик и огурчик и нужно все это измельчить и салаты должны быть у нас всегда из салата мы получаем клетчатку ибо здесь как в сковородочке еще тушу котлеты из свиноговязьего фарша и мне на ужин сегодня будет салат с пару котлеткой ну и конечно побалуюсь пирогом вредным на ужин представляете ну как есть поэтому сейчас я в весе не уменьшаюсь а как-то немножко даже прибавляю вот как-то так и делаю заправку для салата беру сметану меня двадцати пятипроцентная ложку сметаны ложку греческого йогурта он без добавок совсем немножко оливкового масла как чайную ложечку вот пол чайной ложечки зернистой горчицы несколько капель лимона еще обязательно добавляю уксус потому что уксус стимулирует выработки соляной кислоты в желудке а соляная кислота в желудке в свою очередь способствует перевариванию пищу поэтому пища быстрее переваривается быстрее выходит и мы худеем и теперь это все тщательно перемешиваю так салат нужно посолить и заправить нашей заправочкой и перемешать котлеты мои уже потушились ну и салат мой готов и положила себе 160 грамм салата присыпаю кунжутом и тыквенными семечками а то забываю иногда а так вот немножко буду получать что-то полезное на семечки пришлось 10 грамм и отправляю три маленькие котлетки вышло 115 грамм котлет и еще будет один маленький бутербродик у меня и бутербродик будет у меня с намазка из чесночных стрелок до надо было вытащить из холодильника заранее масло холодное ну ничего и вот мой ужин был бы полезный но у меня есть желание съесть вредного пирога ну ждать до завтра очень долго вот как то так всем приятного аппетита и мне тоже пойду ужинать потому что пирогу готовится еще нужно 18 минут так что как раз пока поужинаю будет готов пирог всем кто был со мной приятного аппетита мне конечно тоже ждем пирог и вы заметьте у меня вся выпечка и все то что я готовлю у меня без всяких фильтров то есть какое оно есть такое и есть и сейчас этот пирог нужно если есть терпение вот так вот накрыть и укутать полотенцем типа дайте ему немножко отдохнуть ну хорошо на минут 15-20 но нет я хотя бы минут 5-10 подержу его и все так прошло 10 минут открываем наш пирог немного припал ну вот такой вот пирог я так понимаю что все что есть творожное нужно дать ему остыть то есть есть нужно творожную выпечку холодной ну я думаю сегодня моя доля вот такая будет достаточно ну вот а сейчас нужно попробовать перевернуть вот потому что нужно чтобы остыл с этой стороны разрезе вот он вот такой это творожная выпечка ее нужно есть холодной вы знаете что напоминает вот эти заварные эклеры а еще бывают такие заварные пирожные с творогом вот типа того что пирог такой пресноватый чувствуется такой натуральный творожный вкус то есть не забит не сладкими и не соленым мне нравится да по сути мне все нравится потому что мои рецепторы очищены уже давным-давно пробуйте выпекайте быстро без заморочек и недорого и на что-то новенькое для семьи всем мира добра любви всем пока обнимашки обнимашки люблю только плохо то что я ем это на ужин не должно быть так но ничего потом исправлюсь всем пока